Первое. Она не то, что актуальна, она, на мой взгляд, последние пару-тройку лет оказалась затенена какими-то другими проблемами, которые вышли на верхние строчки повестки дня. А что касается, понимается она правильно или неправильно, но, может быть, я её неправильно понимаю. Ну, видимо, мне придётся сделать небольшое отступление назад и рассказать вообще контекст этой истории. Ну, по моим наблюдениям, проблема неравенства приняла характер всемирной кампании примерно начиная с нулевых годов. И, как ни странно, триггером этой кампании послужили не какие-то социальные явления, социальные процессы, а академические исследования. Дело в том, что, я, видимо, буду возвращаться к этому позже, дело в том, что сами методы исследования этой проблемы, они поменялись именно в этот период. Во-первых, в распоряжении исследователей оказался новый источник данных. Раньше, как мерили неравенство, проводились обследования домохозяйств, их спрашивали о том, какой доход они имеют, и потом высчитывались показатели неравенства. В тот период, о котором я говорю, в распоряжении исследователей оказался новый источник данных – данные налоговых служб. В чем разница? Если вы проводите обследование домохозяйств, вы не видите правый хвост распределения, вы не видите самых богатых людей, потому что интервьюеры не имеют, как правило, доступа в дома или к телефонам самых богатейших людей. Тогда как в налоговой статистике эти вещи отражаются. Это первая вещь. И вторая вещь, что стали использоваться интуитивно гораздо более понятные показатели. Ну, я надеюсь, что я вас не засушу, если я сделаю пару чисто технических замечаний. Ну, вот таким интегральным показателем неравенства, будь то неравенство в доходах или неравенство в богатстве, является так называемый коэффициент джинь. Этот коэффициент принимает значение единичка, если все доходы принадлежат одному человеку. Он принимает значение ноль, если доходы распределены абсолютно равномерно. То есть его величина показывает, какую долю совокупных доходов нужно было бы перераспределить, чтобы достичь абсолютного полного равенства. И хотя, ну, это хороший показатель, он дает общую картину, но интуитивно он, вот его трудно пощупать и ощутить. А в ход пошли интуитивно гораздо более понятные показатели. А именно, доля совокупных доходов, которые есть у богатейшего 1%, либо доля совокупных доходов, которые есть у верхних 10%. И сразу видно отсюда, интуитивно понятно, вот они, самые богатые, имеют такой огромный кусок богатства или доходов. Ну и на основе этих исследований сформировался некий мейнстримный нарратив. Этот мейнстримный нарратив говорит о том, что в последние десятилетия во всем мире, но прежде всего в развитых странах, шел гигантский рост неравенства. В настоящее время показатели неравенства достигли рекордных по историческим меркам величин. Плоды экономического роста достаются только богатым, а нижним слоям не достается ничего. В перспективе это грозит чудовищными социальными потрясениями, восстаниями, революциями, распадом целых наций. И если не предпринять решительные шаги по выравниванию доходов или богатства, то тогда перераспределение все равно будет произведено, но только насильственным путем. И это оказалось одним из ключевых элементов обновленной повестки дня левых сил. То есть, кто стоял за этой кампанией, это люди левой ориентации. Значит, и на основании такого понимания неравенства вырабатывались какие-то конкретные рекомендации, но чаще всего они сводились к тому, что нужно устанавливать абсолютно конфискационные налоги на богатых, и тогда, ну, наступит, если не всеобщее счастье, то всеобщее спокойствие. Значит, у меня к этой мейнстримной картине есть две претензии. Первое – чисто техническое, чисто количественное. Как мерятся эти показатели, насколько им можно доверять. Я потом приведу несколько примеров, почему к этому, на мой взгляд, следует относиться осторожно, не принимать просто на веру. А вторая моя претензия или несогласие с вот этим мейнстримным подходом состоит в том, что количественные показатели неравенства сами по себе не являются нормативной проблемой. Высокое неравенство – это и не хорошо, и не плохо. Это вопрос о том, хорошо это или плохо, не имеет смысла. Так же, как не имеет смысла спрашивать, красный цвет, он горький или сладкий? Вот это из той же серии. Как бы, ну, конечно, вот если кто-то что-то померил, это некое окошко, в которое можно заглянуть и увидеть какие-то важные социальные процессы, но само по себе это ни о чем не говорит. Более того, если мы присмотримся к тому, как этим понятием экономического неравенства оперируют те, кто рисует вот эту мейнстримную картину, они де-факто отождествляют понятие равенства и справедливости. То есть само по себе большее неравенство, оно является злом по определению. И с этим злом нужно бороться. Если мы намерили много зла, то тем активнее мы должны с этим бороться. И такое понимание, насколько я могу судить, оно расходится, я бы сказал, такое количественное понимание проблемы неравенства, оно расходится с тем, как воспринимают такого рода проблемы рядовые люди, не интеллектуалы. Они, на мой взгляд, оценивают богатство не потому, большое оно или маленькое, а потому, как оно было получено. Механизмы происхождения этого богатства – вот что является предметом оценки. То есть это, если так можно выразиться, качественное понимание неравенства. И в этом смысле они по-разному относятся к одинаково богатым людям, получившим свои доходы или своё богатство разными путями. Ну, я не знаю, скажем, в США никто не ставил под сомнение состояние, которое заработал Стив Джобс. А в России состояние, которое заработал покойный Борис Березовский, вызывало всеобщее неприятие. В чём тут дело? Дело в источниках, в механизмах порождения этого богатства. В той же России богатство или состояние Аллы Пугачёвой ни у кого не вызывало никаких эмоций. Но гигантские состояния, накопленные так называемыми олигархами, они вызывали очень сильную неприязнь. Поэтому, если говорить о каких-то вещах нормативных, то это есть важнейший пункт, по которому, вот, мне кажется, что этот мейнстримный нарратив, он ложен. Он ложен. Значит, как сказала, как написала в своё время замечательная экономическая история Гдеидра Макклосски, в основе этого нарратива лежит узкая этика зависти. Что вот эти разговоры о совершенно гигантском, взрывоопасном неравенстве, которые чреваты неисчислимыми бедствиями для мира, они высказывались в тот период, когда, если говорить о глобальном неравенстве, оно шло резко вниз совершенно бешеными темпами. Здесь я сошлюсь на оценке, ну, такого виднейшего авторитета в этой области, Бранко Милановича. Значит, последние его разработки говорят о том, что вообще, если отсчитывать сначала промышленную революцию, то можно выделить три периода. Первый период – это с начала XIX века, где-то до 1650 года. В это время шёл активный рост неравенства. По его оценкам, если в начале этого периода коэффициент Джинни, о котором я упоминал, значит, чем он больше, тем больше неравенства, он составлял 0,55, а где-то к середине XX века уже 0,7. После этого, примерно в течение полувека, этот показатель находился на плато. Он как бы болтался вокруг отметки 0,7. А начиная с 2000 года он резко пошёл вниз. Там он резко пошёл вниз, и сейчас он опустился с отметки 0,72, по его расчётам, до 0,6. То есть мы видим совершенно фантастическое сокращение неравенства, и сам Миланович пишет и говорит о том, что это совершенно беспрецедентное событие для истории последних двух с половиной веков. А что лежало в основе такого резкого сокращения неравенства? Опережающий рост доходов в густонаселённых развивающихся странах, прежде всего, Китая. То есть сегодня средний класс в Китае живёт не хуже, а, может быть, лучше, чем бедные в США. И вот это было главным мотором сокращения неравенства. И это совершенно потрясающий по результатам процесс. На это следует ответ. Да, конечно, глобальное неравенство, оно сжималось. Но внутри развитых-то стран оно росло. И именно это опасно. Именно это составляет проблему. Но на это можно сказать, что, а почему, если ценой за сокращение глобального неравенства был некоторый рост неравенства в развитых странах, почему это плохо? Почему нас больше должно волновать, как обстоят дела у, по любым меркам, достаточно состоятельных людей, даже бедных, проживающихся в развитых странах, а не то, как обстоят дела у самых бедных слоёв населения, живущих в развивающихся странах? Это как бы вот первый контраргумент, который можно привести для того, чтобы усомниться в верности вот этого мейнстримного нарратива. Если вы заскучали, вы можете задать мне вопросы, либо я продолжаю монолог. Вы пока продолжаете. Вопросы накапливаются. А хорошо, отлично. Значит, теперь поговорим о показателях неравенства в развитых странах. Значит, и как я уже сказал, мейнстримный нарратив говорит о том, что оно росло последние десятилетия там как на дрожжах, достигло совершенно безумных отметок, и с этим надо что-то делать. Значит, ну, апофеозом вот этих расчётов и этой кампании можно считать книгу Тома Пикетти «Капитал XXI века». Это абсолютный бестселлер. Забавно, что когда она вышла во Франции по-французски, её никто не заметил. На самом деле она получила безумную популярность только после того, как она была переведена на английский язык. И это тоже любопытное наблюдение, потому что оно говорит о том, как разные общества восприимчивы, чувствительны к этой проблеме. То есть, возможно, что французская публика лучше знает цену Тома Пикетти, чем американская. Значит, я не буду засушивать цифрами, но по его расчётам, причём это были уже сниженные оценки по сравнению с его первоначальными оценками, у него получилось так, что начиная с 1970 года где-то по 2015 год, доля доходов, которые концентрируются у богатейшего 1%, увеличилась на 10% пунктов. Если раньше это было 10%, то теперь 20%. А это если говорить, сейчас я сделаю ещё одно техническое пояснение, о рыночных доходах, о тех доходах, которые получают люди за свои услуги на рынке. А если говорить о располагаемых доходах, а это доходы после того, как мы вычли из рыночных доходов налоги и добавили социальные трансферты, пособия, то это увеличилось на 6%. То есть, это вообще действительно такое впечатление, что экономический рост благоприятствует только самым богатым. Значит, два других американских исследователя на тех же самых данных, причём они тоже имеют очень высокий академический статус, они насчитали и пришли к совершенно другим оценкам, что рыночные доходы за эти почти полувека, доля рыночных доходов в распоряжении верхнего процента выросла на 4, а не на 10%, а доля располагаемых доходов выросла на полпроцента. То есть, реально, это фактически ситуация стабильности. И если продлить эти ряды чуть дальше вглубь, брать не 70-й год, а 60-й, то вообще там было некоторое снижение. То есть, получается, что нельзя принимать те цифры, которые исходят из академических публикаций, просто на веру. С чем это связано? С тем, что неравенство – это не какой-то физический объект. Взяли линейку, померили ширину, длину, высоту, перемножили, получили объём. На самом деле, какими бы данными ни пользовались исследователи, это всегда очень ограниченные и усечённые данные. Поэтому, для того, чтобы получить любую оценку, к этим исходным данным в нагрузку прикладывается мешок с большущим набором корректировок, передатировок, вменений, условных предположений и так далее и так подобное. Если вы поменяете содержимое этого мешка, вы получите разные цифры. Собственно, разница между оценками команды Пикетти и теми оценками, о которых я упоминал, и которые были произведены другими исследованиями, она связана именно с этим. Мы поменяли наши предположения, и вы получили совершенно другой результат. Причём, если говорить о том, чьи предположения, чьи вменения более правдоподобны, то я ставлю как раз не на Пикетти, а на его критиков. То есть, это ещё один пункт, ну, на мой взгляд, просто решающий. Почему нельзя сразу перепрыгивать от каких-то количественных показателей, которые получил тот или иной исследователь, к рассказу о том, что мир катится вообще в пропасть. Давайте сначала, ну, обратимся к фактам. Хотя, как я уже сказал, любые статистические оценки неравенства – это не факты сами по себе, а факты, нагруженные различного рода довесками в виде того, что исследователь считает нужным к этому прибавить, приклеить и так далее. Значит, если мы смотрим на официальные оценки неравенства в России, то они примерно болтаются вокруг отметки 0,4. Это коэффициент джини. Значит, они болтаются примерно вокруг этой оценки. Значит, они где-то достигали 0,47 в нулевые годы, а потом, значит, упали до 0,4. Значит, другие источники данных, например, Всемирного банка, они говорят, во-первых, что коэффициент джини в России не 0,4, а 0,3. И, во-вторых, что он падал ещё более стремительно, чем показывают официальные оценки Росстата. Значит, максимум неравенства по доходам среди всех существующих оценок принадлежат Пикетти и его команде. Значит, они утверждают, что в середине 10-х годов в России коэффициент джини по доходам составлял 0,55. Но даже они, даже у них получается, что это резкое снижение неравенства, по их выкладкам пик неравенства был в середине 90-х годов, значит, упало на целых 10% пунктов. То есть, в оценке величины неравенства по доходам разные команды расходятся, но все они сходятся в том, что мы существуем в обществе, где шло либо просто стремительное, либо весьма существенное снижение неравенства. Вот это как бы нужно подчеркнуть. Когда вы мне ссылаетесь на мнение своих собеседников, то я подозреваю, что здесь мы имеем дело с той самой путаницей, о которой я говорил вначале. Люди оценивают не величину неравенства, они оценивают, как это богатство было получено. И с точки зрения ваших собеседников, а также, я думаю, и значительного числа рядовых людей, это богатство было получено с нарушением честной игры. Оно было получено не по-честному. То есть, еще раз повторяю, с точки зрения нормативных оценок важность, по крайней мере, восприятия людей, имеет не количественные оценки, а именно, как это богатство было получено с нарушением или без нарушения правил честной игры. Что такое честная игра в восприятии разных людей? Понятно, что это совершенно может различаться, но тем не менее, в данном конкретном случае насколько я понимаю, восприятие большинства жителей России состоит в том, что существующие состояния были получены с нарушением честной игры, они были получены нечестными путями, что бы под этим не подразумевалось. Ну, как мне кажется, здесь я вступаю на зыбкую почву своих предположений, и, возможно, я попаду пальцем в небо, мне кажется, что в истоках такого восприятия лежат провизационные процессы 90-х годов. именно они, как мне кажется, оставили совершенно глубокий рубец в сознании жителей России, и они на основании этого опыта поняли и ощущают до сих пор, что они живут в несправедливом, неправильно устроенном обществе. А в какие-то периоды это разлитое в обществе ощущение выходило на поверхность, в какие-то оно могло уходить вниз, но оно всегда сохранялось как некая такая коряга в воде, которая то уходит куда-то вглубь, то её всегда можно как бы активизировать, если есть желание и средства для активации этих настроений. Опять-таки, ещё более зыбкая почва, следующий шаг состоит в том, что в последние годы, как мне кажется, это представление о том, что жители России живут в неправильно устроенном, в несправедливом обществе, оно ушло резко вниз. Мне кажется, что мы можем, ну, могу ошибаться, но я так считаю, что сейчас большинство людей считают, что они живут в правильном устроенном обществе. показатель неравенства всегда выше в больших неоднородных странах. Понятно, по чисто географическим причинам, потому что уровень цен в Москве и уровень цен в Таганроге разный, потому что люди, которые зарабатывают большие деньги где-нибудь на севере, это компенсация за те неблагоприятные условия, в которых они там живут. Поэтому, если мы сделаем поправку, ну, вот, Россия здесь не исключение, США и Китай это тоже большие неоднородные страны, где существует огромное региональное неравенство. Значит, если мы сделаем поправки на вот такие вещи, как стоимость жизни, благоприятные или неблагоприятные климатические погодные условия, то показатели неравенства в России, они вообще еще больше снизятся по сравнению с тем, что я говорил. Дальше, что касается приватизации, это не чисто поколенческий феномен. Дело в том, дело не в восприятии и надо сказать, что то, что это не чисто поколенческий феномен, это фиксировалось не только для России, но и для других постсоциалистических стран. Значит, если в обществе в какой-то момент возникло ощущение глубочайшей несправедливости, что это общество функционирует по нечестным правилам игры, независимо от того, что было конкретным спусковым крючком, потом это ощущение передается из поколения в поколение. поэтому люди, ну, молодёжь сегодняшняя может ничего не знать о приватизации, но она унаследовала от предыдущих поколений представление о том, что большие состояния не могут наживаться в России честными путями. Это заведомо невозможная вещь, и этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Поэтому это, к сожалению, восприятие, которое замечательно передаётся из поколения в поколение. Это следующий момент. Дальше. То, о чём вы говорите, ну, первое, с этим Россия жила все последние десятилетия, возможно, что она с этим жила, тем более в советское время, когда снабжение Москвы и снабжение каких-нибудь провинциальных мест было совершенно другим. То есть в этом нет ничего нового, это некий такой постоянный фон, на котором формируется психология людей. Ну, нет в этом. Кроме того, то, о чём вы говорили, это не проблема неравенства, а это соседняя проблема, проблема мобильности. Значит, для того, чтобы мобильность людей, вот такая экономическая, она шла активно, нужна одна очень простая вещь, быстрый экономический рост. Уверяю вас, что в нулевых годах у людей, живущих в такого рода местах, возможностей для движения вверх было гораздо больше. А если у вас экономика полустагнирует либо стагнирует десятилетиями, откуда возьмутся возможности для мобильности вверх? Я не хочу переходить на политические сюжеты, связанные с тем, что последние там 10-15 лет каналы мобильности вверх, они всё больше и больше сдвигались в сторону чисто политических по природе своих механизмов, а другие механизмы, они как бы тускнели, переставали активно работать и так далее, это тоже так. Столицы везде живут лучше, чем провинция, везде, но просто по всей очевидности вот этот контраст восприятия российских людей, он больше, за счёт чего больше, подозреваю за счёт закупоривания каналов мобильности. Давайте я снова вступлю на зыбкую почву и попробую, так сказать, такие теоретические виньетки на предмет того, как люди вообще относятся к богатству и почему они так относятся и так далее. Значит, понятно, что это будут мои домыслы. Значит, пункт первый. Человеческая мораль это очень многослойное образование. В ней есть какие-то совсем древние пласты, есть те пласты, которые появились недавно либо прямо сейчас. Например, Фридрих Хаек считал, что инстинктивное отвращение к богатству у людей сформировалось еще в доисторические времена, когда люди жили малыми группами охотников-собирателей. Почему? Потому что в тот период вы могли что-то накопить, сделать какой-то запас, образовать богатство только за счет того, что вы лишали средств существования другого члена группы. Это как бы вот, значит, понятно. Туда едут. Вот. Ну, нет, ну, просто вот я, нет, лучше не я, вы лучше убили огромного оленя, а вместо того, чтобы дать мне кусок, дали мне шиш с маслом. И я вообще либо начинаю голодать, либо вообще помираю. Ну, ясно, что подобного рода поведение должно встречать резко негативную оценку. Но понятно, что если бы на этом дело и остановилось, то не могло бы создаться таких больших обществ, в которых мы живем сейчас, где мы не знаем подавляющего большинства членов наших обществ, где существует развитое разделение труда, и где мы основную часть того, что мы потребляем и получаем не за счет собственных усилий, а за счет того, что произвел кто-то другой. Значит, понятно. Но другие исследователи говорят, что дело даже не столько в этом, сколько в том, что человеческому сознанию гораздо доступнее логика игр с нулевой суммой, чем логика игр с положительной суммой. Им гораздо понятнее, что если я стал богаче, то это потому, что вы стали беднее, чем предполагать, что если я у вас что-то купил или что-то вам продал, то нам обоим стало лучше. Это труднее себе представить. А плюс к этому существовали и существуют мощнейшие идеологии, которые индоктринируют людей с той точки зрения, что любые взаимодействия между людьми строятся по принципу игр с нулевой суммой. Самый яркий пример это марксизм. Вот уж кто внушал людям, что обмен может быть либо эквивалентным, либо неэквивалентным. Либо мы остались при своих, либо я нагрел руки на вас, либо вы нагрели руки на мне. И это никуда не ушло. И такие идеологии цветут и пахнут. И тоже действуют на людей. сказав это, значит, я хочу добавить, что некоторые большие люди думали о другой стороне дела и высказывали иные суждения. Например, Адам Смит или Торстейн Виблетт. они говорили, что наоборот, большинство людей, не имеющих высокие доходы, они относятся к богатым и успешным с интересом, вниманием и даже любованием. То есть они смотрят на них, ну, раскрыв рот и ориентируются на них. И в пользу этой точки зрения у меня есть один простой эмпирический факт. Если бы простые люди так не относились к богатым и успешным, не могла бы существовать современная индустрия гламура. Она вся строится именно на этом. Поэтому я еще раз повторяю, что как бы вот разные пласты в человеческом сознании сосуществуют и в зависимости от конкретных обстоятельств или отдельно от того, какие силы пытаются воздействовать на наше сознание, активироваться может либо одно, либо другое. Поэтому не следует думать, что здесь существует какая-то стройная картина. На самом деле здесь намешано много всего разного. Строго говоря, нас ведь не интересует или не должно интересовать неравенство в денежных доходах самих по себе. Нам по идее людей может волновать неравенство в благосостоянии людей. В этом смысле можно, если есть такая возможность, смотреть не на неравенство в доходах, а на неравенство в уровнях потребления. неравенство в потреблении всегда оказывается значительно ниже, чем в доходах. Понятно почему. Потому что одни люди могут сберегать и потреблять не целиком тот доход, который они получают, прежде всего богатые и состоятельные, а другие могут жить в кредит. То есть у них доходов нет, но уровень потребления у них не нулевой. значит есть другой возможный ход. Когда я говорил о том, что вот глобальное неравенство, оно в последние два-три десятилетия резко сжалось, на самом деле можно усилить этот тезис и сказать, что оно просто сжалось неимоверно. Потому что опять-таки по идее нас должны интересовать не равенство в текущих доходах людей, а неравенство в пожизненных доходах людей. Сегодня ты выиграл в лотерею в этом году, а завтра я выиграл в лотерею. В результате, когда мы смотрим на длительных период, неравенства между нами нет. В рамках каждого года оно большое, но главное даже не в этом, а в том, что уровни дохода на разных стадиях жизненного цикла людей, оно разное. В молодости доходы ниже, в зрелом возрасте они возрастают, когда люди уходят от активной жизни, они снова снижаются. Все люди проходят через эти стадии, но когда мы берем показатель по состоянию на данный момент времени, мы сравниваем молодых, зрелых и пожилых. в результате, когда люди переходят от показателей неравенства в текущих доходах к показателям неравенства в потреблении или в пожизненных доходах, эти количественные показатели могут падать в полтора-два раза. То есть, это тоже, ну вот, ладно, я не буду употреблять каких-либо эпитетов по отношению к этому мейнстримному нарративу, и если мы все-таки сделаем шаг от текущих, от показателей неравенства в текущих доходах, в пожизненных доходах, то тогда мы придем к выводу, что глобальное неравенство, оно в последние десятилетия просто упало, не просто сильно, оно упало феноменально. Почему? Потому что продолжительность жизни в развивающихся странах увеличивалась гораздо быстрее, чем в развитых странах. С 70-го года по 10-й в развитых странах продолжительность жизни увеличилась на 6 лет, а в развивающихся на 20 лет. То есть, если бы мы обладали данными по пожизненным доходам, мы убедились бы, что сжатие глобального неравенства происходило еще быстрее, чем показывают те показатели, которые строятся на данных о текущих доходах. Строить прогнозы относительно того, что будет происходить с неравенством, в принципе, невозможно, потому что оно может порождаться самыми разными механизмами, самыми разными источниками. Мы остаемся в пределах разговора о количественном неравенстве. Существует мнение, но это именно мнение, о том, что неравенство должно тормозить экономический рост. Чем выше неравенство, тем ниже темпа экономического роста. Я должен сказать, что это именно мнение, потому что никакого солидарного суждения исследователей, носящих счет, не существует. Одни исследования показывают, что есть положительная связь. Чем больше неравенства, тем выше темп экономического роста. Другие, что есть отрицательная связь. Одни исследования говорят, что в этой группе стран связь отрицательная, а вот в этой группе стран положительная, а другие исследования говорят наоборот. Кроме того, совершенно неясно, даже если связь существует, что есть причина, что есть следствие. То ли экономический рост тянет за собой неравенство, то ли неравенство стимулирует, либо наоборот достимулирует экономический рост. Во всяком случае, самая известная идея, которая существует в этой области, кривая кузнеца, она исходит из того, что экономический рост провоцирует большее неравенство. Значит, Саймон кузнец, это американский экономист русского происхождения, который в 50-х годах прошлого века высказал следующая идея, что долговременная траектория изменения неравенства должна выглядеть как перевёрнутая латинская буква У. То есть, вначале оно относительно небольшое, по мере того, потому что большинство людей живут в сельской местности, занимаются сельским хозяйством и как бы существуют на уровне минимума средств. По мере того, как начинается миграция в город, в промышленность, где доходы оказываются выше, неравенство начинает расти. Но когда основная часть населения уже мигрировала из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг, неравенство, которое существует между традиционным сектором и современным сектором, начинает сжиматься, потому что в традиционном секторе остаётся очень небольшая часть населения и неравенство идёт вниз. Значит, я просто хочу, я вспомнил об этом для того, чтобы проиллюстрировать, что в некоторых конструкциях причины и следствия выглядят не так, как в современном нарративе. Здесь экономический рост является тем мотором, который определяет, как будет меняться неравенство. Значит, сама идея, что между ростом и неравенством должна существовать какая-то устойчивая связь, мне кажется странной, потому что можно привести совершенно простейший пример, почему так едва ли может быть. Представим себе два общества. В обоих обществах самый богатый процент населения концентрирует 20% совокупных доходов этого общества. Но в одном обществе этот верхний процент состоит целиком из Стивов Джобсов, Илона Масков и так далее. А во втором обществе этот верхний самый богатый процент состоит из императоров Бакаса, Игоря Сеченых и так далее. Как вы думаете, темпы экономического роста будут одинаковыми или разными в первом или во втором? В первом мы должны как бы ждать положительной связи во втором отрицательной. Поэтому как бы динамика неравенства будущей России будет определяться тем, насколько поменяются или не поменяются источники получения доходов и накопления богатства в предстоящей трудно обозримой перспективе. Значит, если российское общество будет больше соответствовать второй модели, о которой я упомянул, неравенство будет большим, мобильность будет низкой мобильность и те ощущения, те представления о том, и те негативные ощущения о том, как устроено общество, они будут сохраняться, цвести и так далее. Значит, представим себе полярный случай, если российское общество будет больше соответствовать второй модели, то здесь мы, несмотря на то, что тоже будет высокое неравенство, в этом случае мобильность будет высокой, темпы роста доходов населения высокими, и, соответственно, вот это ощущение, которое описывается словами Высоцкого, нет, ребята, все не так, все не так, ребята, вот оно будет, если не уходить целиком, то оно будет тускнеть. Значит, дай Бог, если в будущем Россия окажется где-то посредине между этими двумя крайними точками. Это, на мой взгляд, уже было бы очень хорошо, но я повторяю, что я твердо убежден, что сама вот эта всемирная кампания по борьбе с неравенством, она оказала крайне негативное воздействие на состояние умов и, как ни странно, на то, что проблема роста ушла на второй план. И здесь, я не знаю, есть ли какая-то связь или нет, но получилось так, что раскочегаривание этой кампании совпало с резким замедлением темпов роста, темпов роста совокупной производительности в мире. вступления развитых стран, которые находятся на фронтире технологического прогресса, оно датируется примерно в 2005 году. После этого темпы производительности труда, если хотите, темпы технологического прогресса, вопреки тому, что говорят на всех углах и подозреваю, что вам говорили ваши собеседники, что мы вступаем в такую эпоху, технологический прогресс, он будет идти с такой бешеной скоростью, это вообще грозит такими резкими изменениями в обществе, нарастанием социальной напряженности. значит, я не знаю, что будет дальше, но по крайней мере, начиная с 2005 года, возьмем это как за условную точку, наоборот, темпы роста производительности, темпы роста технологического прогресса резко замедлились. Еще раз повторяю, я веду речь о самых тех странах, которые находятся на переднем крае технологического прогресса, они замедлились. И как бы здесь существует, ну, мы можем предположить, что существует некая обратная зависимость. Чем ниже темпы роста, тем сильнее требование перераспределять доход. Чем сильнее перераспределение дохода, тем ниже темпы роста. Значит, я не исключаю, что примерно в последние 15-20 лет мир, развитые страны, они попали вот в что-то похожее на эту ловушку. Вот, потому что с моей точки зрения то, каков абсолютный уровень жизни, уровень доходов людей гораздо важнее, чем то, какой разрыв существует между самыми богатыми и самыми бедными. если уровень самых бедных, уровень жизни такой, как, я не знаю, в США или в Швейцарии, ну и ладно, ну и ладно. Вот, а если при как бы ситуации почти полного равенства люди живут впроголодь, то не ладно, то плохо. это тогда взывает к нам, чтобы подумать об этом, а может быть, можно как-то изменить ситуацию. разрыв - разрыв